Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Второй час мужской пятницы начинается на 101.0. По-прежнему в студии Николай Голиков. И по-прежнему Владимир Сметанин. Ну что, Николай, мы сейчас, получается, уходим в тень, да? Нет, если посчитать нашего звукорежиссера, нас всё равно больше. А, больше. Хорошо, начинается рубрика «Культпоход». В нашей студии появилась наша коллега Светлана Удельная. А генеральные спонсоры рубрики – это «Центр красоты. Реформа» и «Караоке-кафе Крем». Кафе «Караоке Крем». Оборудованный конференц-зал, переговорные и вип-комнаты, банкетный зал, залы для мастер-классов и зал караоке. Здесь есть всё для того, чтобы любой бизнес-проект или частное торжество были реализованы качественно и грамотно. Высокий уровень сервиса и комфортная атмосфера «Кафе Крем», вкусная еда и приемлемые цены вас приятно порадуют. Кафе «Караоке Крем». Место, где вас ждут. «Гайдар-1», рядом с ДК «Родина». Телефон 444-075. Не бойтесь меняться. Новая услуга «Центра красоты. Реформа». Восстановление волос при любом окрашивании с помощью компонента «Оллаплекс». Красота и здоровье ваших волос в каждом новом образе. «Центр красоты. Реформа». «Ваша красота. Наше призвание». «Герцена 58». Запись по телефону. 248-440. Культпоход. Всем здравствуйте. Меня зовут Светлана Уделина. Начинается программа «Культпоход». Как всегда, слушатели, в ближайшие полчаса мы с вами будем играть, задавать вопросы. Ваша задача – звонить к нам по номеру 211-101, давать правильные ответы. Ну а я, в свою очередь, подарю вам билеты. Очень много у меня сегодня билетов и на концерты, выставки, спектакли лежат передо мной. С удовольствием я рада буду вам их отдать. Поэтому будьте внимательны, не переключайтесь. И сразу я хочу представить нашу гостью. Сегодня Ольга Лобастова, генеральный директор Центра активного отдыха «Летущий корабль». Здравствуйте. Добрый день. Хочу поблагодарить наших генеральных спонсоров, без которых не было бы программы «Культпоход». Во-первых, это Центр красоты «Реформа» Герцена 58. Для ориентира находится Центр красоты напротив бывшей гостиницы правительства, недалеко от Александровского костела. Слушатели, для того, чтобы записаться, нужно позвонить по номеру 248-440. Не устаю я рекомендовать это заведение. Мы с главным редактором туда часто захаживаем. Действительно отличная процедура. Мастера своего дела, что касается и парикмахерского искусства, и косметологии, и массаж, и много всего другого приятного там есть. Я уточню не с Венедиктовым. Еще раз? Не с Венедиктовым, говорю. Просто я вспомнил его прическу. Со Светланой Заниковой. Со Светланой Заниковой, безусловно. Да-да-да. Ну, в общем-то, да, если вам нужно привести себя в порядок, собрались вы пойти на концерт или, может быть, на какую-то выставку, светское мероприятие, очень быстро вам нужно сделать так, чтобы выглядеть хорошо. Вам вот именно туда, на Герцена 58. Искренне я вам это заведение рекомендую. И еще один у нас генеральный спонсор. Это караоке-кафе «Крем» улица Гайдара-1, номер 444-075. Для записи, для информации можете позвонить, столик забронировать. «Крем» — это пространство, объединяющее в себе и кафе, и караоке, и арт-галерею. В меню кафе сочетание авторских идей с классической кухней, там очень уютно, просторный зал, их там несколько, так что можете и с любимым человеком туда сходить, там очень уютно, прованский стиль, можете и к компании пойти, места всем хватит. Несколько залов. Есть там галерея, где на данный момент выставка работ фотографа Владимира Широхова, есть также там и караоке, как я уже отметила, отличный звук, большие экраны, их там несколько, так что будет очень удобно читать тексты, и микрофон там тоже очень красивый в стиле 50-х годов. Такое вот заведение работает с 16 часов, караоке-зал с 18 часов. Наши генеральные спонсоры, и сейчас, слушатели, буквально несколько минут, вы запоминайте, что у нас есть, билеты, которые я готова вам сегодня подарить. Вы можете пойти в драматический театр, много билетов у нас туда сегодня, 27 число, это завтра, будет там спектакль «Королевская мышеловка», аж 4 билета у меня есть на этот спектакль. 28 числа, 28 февраля обед из трех блюд, тоже 4 билета у меня в наличии имеются. Театр «Наспаска» и 5 марта в 18 часов будет спектакль «Тортюфа». Что касается кинотеатров, кинотеатр «Октябрь», «Дружба, смена», два билета у нас сегодня есть туда, можете выиграть и сами выбрать, в какой из кинотеатров вы можете пойти. Я, конечно же, вам рекомендую кинотеатр «Октябрь», самый большой экран, в городе, именно там. И что интересно, кинотеатр «Октябрь» устраивает онлайн-трансляции спектаклей ведущих столичных театров. Особенно впечатляет то, что трансляция спектакля ведется в режиме реального времени. То есть посетители кинотеатра «Октябрь» могут наслаждаться реальной игрой лучших артистов нашей страны, происходящей за тысячи километров. Съемка происходит с шести камер в режиме онлайн. Видеооператор это все монтирует и выдает на экран кинотеатр «Октябрь». То есть, слушатели, у нас есть уникальная возможность в рамках этого проекта увидеть, не покидая наш город, увидеть спектакли таких театров, как Московский художественный театр имени Чехова, Московский театр «Современе», Государственный академический театр «Вахтангова», Российский академический молодежный театр, Театр музыкальный театр, Детский музыкальный театр, Санкт-Петербургский академический театр «Комедии», Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр. В общем, все это в репертуаре. Сейчас кинотеатр «Октябрь», мне кажется, это великолепно. И вот в ближайшее время, 28 февраля, в воскресенье в 19 часов будут показывать спектакль «Золушка» Московского театра «Современник». Ну что, вот такие билеты, что касается у нас театров и кинотеатров. В кинотеатре «Киномакс» у нас, конечно же, сегодня есть два билета. Завтра там будет предпоказ мультфильма «Зверополис». Вообще-то, показ намечен на 3 марта, но вот так вот за неделю они решили этот мультик показать. Почему решили так заранее? Потому что спрос на него очень большой, уже люди интересуются и уже билеты покупают. Поэтому завтра будут его показывать. Ну, видимо, действительно мультик интересный. Это и детектив, и приключения, и комедия. Всей семье можно сходить посмотреть. Расписание смотрите на сайте кинотеатра «Киномакс». Либо на мультик, либо на любой другой фильм. Вы можете сходить, сами выбирайте. Два билета я вам сегодня подарю. В книжный клуб «12» вы можете сходить завтра. Там будет выступать группа «Эльтан», «Галотина Джаз». Книжный клуб «12». Восемь вечера концерта. Два билета у меня есть на это мероприятие. В галереи «Прогресс» у нас продолжаются две выставки. «Титаник. 100 лет истории». Более 80 фотографий, посвященных истории легендарного пассажирского лайнера 20 века. И «Прогулки по Старой Вятке. 100 лет назад. Выставка работ художника Татьяны Дедовой». Если вы не успели посмотреть, настоятельно вам рекомендую сходить и все-таки увидеть эти работы. И также у нас в городе уже два года, как живет художник Денис Ермак. Учился он в Академии имени Репина в Санкт-Петербурге, в Академии живописи в Литве. Сам он из Литвы, вот в Петербурге пожил. Два года назад приехал к нам в Вятку с выставкой. И как отмечает Дмитрий Шиляев, директор галереи «Прогресса», что он влюбился в наших девушек вятских и решил здесь остаться. И по сей день он здесь живет. Четыре раза в неделю он проводит уроки в галерее «Прогресса» имени изобразительного искусства. Пользуются эти уроки большим спросом. И слушатели, вообще-то билет стоит туда 500 рублей. Но у нас сегодня билет есть для вас в подарок. Так что вы можете выбрать и сходить, поучиться рисовать от мастера урок. И, конечно же, у нас сертификат на 1000 рублей в ресторанах «Аной» Ленина 89Б, вобрав себя лучшее из китайской кухни. Тайская кухня, вьетнамская, создала свои собственные неповторимые блюда. Вьетнамцы работают на кухне. Все, как это во Вьетнаме готовят, готовят в том числе и на Ленина 89Б. Имейте в виду. И сертификат я вам с удовольствием на 1000 рублей сегодня подарю. Вот такие вот билеты. И у нас сегодня в гостях Ольга Анатольевна. Будет 28 февраля. Я бы хотела от вас услышать, а что там будет? У нас в заповеднике сказок проводы зимы и встречи весны идут каждый день. И к нам приезжает много школьных групп, детских садов. А вот в воскресенье проходят такие сборные группы, куда можно присоединиться с семьями. Вот туда мы и приглашаем по этому билету прийти на трехчасовую анимационную интерактивную программу, где наши гости становятся не просто зрителями, а участниками действия. Такие встречи уже проходят какой-то промежуток времени. Да, мы начали с 13 февраля. Как правило, приходят семьями или отправляют детей только к вам? Ну, как правило, приходят семьями вот в такие сборные группы. И мы замечаем, что не только дети, но и взрослые получают большое удовольствие от процесса и охотно впадают в детство. Но это получается такой активный отдых? Да, это активный отдых. Это все-таки такой маршрут по заповеднику сказок с посещением всех наших избушек, резиденций, достопримечательностей. И в каждой точке что-то интересное происходит. В каждой точке надо что-то сделать, чтобы действие дальше продолжалось. Это посвящено Масленице, да? Да, это посвящено Масленице. Ну и просто встречи весны, да. И как раз идет знакомство гостей с традициями разных губерний. С традициями разных губерний. Ну, нынче у нас сюжет такой необычный. К нам занесло английскую королеву. У нас есть Петр Первый, кунсткамера Петра Первого. Есть архангельская озорная девчонка Жихарка, ярославский медведь, нижегородская девушка Хохлома. Ну и наша вятская матрешка. Интересная компания. Да, дети и взрослые проходят по этому маршруту, собирают матрешки. То есть, получается, на каждом этапе они получают матрешки, которые потом собираются. Вот такой вот интересный комплект. Ну и завершает, конечно, да, наша вятская матрешка. Все на три часа. Начало во сколько? Начало вот этой программы, на которую мы разыгрываем билеты в 10 часов. Отправление автобуса с театральной площади в 9.30. Ну, лучше к 9.15 подходить, да? Чтобы место занять, да? А, ну то есть доставка есть, да? Доставка. У нас на билет как раз можно привезти своего ребенка, отправить одного, безопасно. Безопасно. И автобус обратно привезет на театральную площадь. То есть, родители, если вам нужно куда-то пристроить свое чадо на этот день, чтобы ребенок хорошо провел время, воскресный день. Такие группы, да, у нас в каждые выходные есть. Только надо, конечно, заранее договариваться и записывать. Все это действие происходит, конечно же, на улице. Не только. Не только на улице. Да, у нас 5 теплых помещений. То есть, даже в морозы мы работаем. Ну, а тут погода у нас замечательная. Вообще, в это время особенно хочется в лес, на природу. На нашей поляне действительно необыкновенно. Но там еще и чай с блинами. И чай с блинами, да. И катание на наших горах, и катание за снегоходом. Много-много приключений. Ну что, сегодня вот такой вот у нас тоже билет на это мероприятие есть. Слушатели, можете его выигрывать. А давайте уже играть, ибо времени остается не так и много. Давайте первый вопрос от вас. Ну, я уже сказала, что у нас можно кататься на горах. А вот сколько гор в заповеднике сказок, на которых можно кататься? Сколько вы соорудили, да? Да. Ну, вот варианты ответа. 3, 5, 11. Слушатели, а у нас 211, 101. Наш номер телефона. Звоните к нам, отгадывайте. Напоминаю, что еще много билетов. Широкий выбор, да. На театры, и театры у нас, и выставки, и концерты, и сертификат в ресторан Ханой. Много всего есть, и слушатели тоже уже есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей. Андрей, ответ. Так, 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 сейчас я подумаю. 3, 5, 11, я напомню, да? Вы могли услышать? Давайте, как будто я это не слышала. Вот, когда прозвучало. О, все, вы выиграли. Спасибо. Вы выиграли. Потому что, действительно, у нас целый ледопарк. У нас есть и встречные горки, и винтовые, гора-труба, как в аквапарке. Ну, и практически у каждой нашей избушки есть маленькие еще горочки, на которых дети могут скатиться. Прекрасно. Андрей, мы знаем, что дети очень любят горки. Андрей, да, дети у вас есть? Нет, нет, к сожалению, пока. Какие билеты вам подарить? Ну, вот хотелось бы в Ханой все-таки. В Ханой, да, ресторан. Вот в Ханой у нас традиционно расходится. Традиционно, в первую очередь. Да, с самого первого. Ну, что ж, поделать. Ну, это и неплохо. Не кладите, Андрей, пожалуйста, трубку. Редактор вам расскажет, как сертификат в ресторан Ханой на тысячу рублей вы сможете забрать. Мы продолжаем играть. Билетов много. Ну, я продолжу тему прошлого номера. Мы тогда говорили про английскую группу The Who. Прошлой программы. Прошлой программы, да, я уже привык. Главный редактор, да, Николай. Вот, и вопрос еще вот такого плана. Дело в том, что они знамениты не только тем, что они там громко играли и разбивали свои инструменты, а также, кстати, создали прекрасный проект детского парка, где люди, заходя, закрывали глаза непрозрачными очками, зацикали уши и затыкали рты. Это парк развлечений Томби. Очень интересная тема. А кроме того, неинтересна тем, что один из участников этой группы играл на очень редком для рока инструменте. Крайне редком. Сейчас вот мы немножко его услышим. Вот, и вам, соответственно, предстоит сказать, что это за инструмент. А я, как всегда, дам три варианта ответа. Первый вариант это труба, второй вариант это тромбон, третий вариант это волторна. Угадывайте, пожалуйста. Ну, действительно, необычное звучание для рок-коллектива. Это инструмент симфонического оркестра, но для рок-коллектива это просто уникальный случай. Больше таких не было. В общем, в любом случае, инструмент духовой, медный и уже есть звонящий. Есть претендент. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Да, и что это у нас звучало? Я бы слышал, что это волторна. Совершенно верно, вы угадали. Говорите, куда вы хотите пойти, да. Давайте с Александром хотя бы секундочку пообщаемся. Александр, вы сами-то на чем-нибудь играете? К сожалению, нет. Ну да ладно, это же не упрек, я не знаю. Ну, сами не играйте, но можете сходить на концерт, например, завтра послушать отличную музыку в книжном клубе «12». Пойдете? Давайте я предположу «Октябрь». «Октябрь» хотите, отлично. Да, два билета в кинотеатр «Октябрь». Александр, для вас трубку не кладите. Продолжаем играть. Владимир, вопрос. Ой, у меня вопрос тоже будет музыкальный. Сейчас прозвучит небольшой отрывок. Вы знаете, пару лет назад я познакомился с двумя хорватскими музыкантами молодыми. Ну, не лично познакомился, а в интернете увидел просто их творчество. Зовут их Степан Хаусер и Лукашулич, хорватские музыканты. Гениальные виолончелисты. У них дуэт называется «Две виолончели». Прославились они тем, в частности, что они делают, ну, просто сумасшедшие вот на виолончелях каверы известных композиций. Миллионы просмотров просто на Ютьюбе. Советую, если вы еще не смотрели, гениальное исполнение. Вот сейчас прозвучит один из их каверов на известную песню. Вам, собственно, предстоит назвать, как называется песня или какая команда исполняет эту песню. Давайте послушаем. Номер один. Ну, вот тоже понятно там. Да, Николай, тоже догадался. Да, понял, да. С первым же ударом грома ты узнал, как называется эта песня. Что за композиция? Я уже сделал подсказку, между прочим. Да, что за коллектив исполняет. Звоните 211-101. Слушайте, Лесь, уже. Олег, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Антон. Антон, вы знакомы с творчеством вот этого хорватского дуэта? Я, честно говоря, прослушал название, но песню узнал. Две виолончели называется дуэт. Что за песня? Песня группы IC10 «Андершток». Ес! Это они! Антон, великолепный. Пораженный громом, да, переводится? Или ошеломленный? Да, 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 примерно так. Ну, правильный ответ, безусловно. Что выбираете? Так, а по сценариям что есть? Значит, смотрите, у нас очень много билетов в драматический театр. Есть у нас и на 27-е, и на 28-е число билеты туда. Театр на Спасской 5 марта Тортюф. Есть у нас на 8 марта билеты в караоке-кафе «Крем». Там пакет пригласительных билетов на компанию из пяти человек в программе «Вокал». Интерактивная программа, танцевальные номера. Обновленное меню, гастрономический комплимент всем мужчинам и женщинам от «Кафе Крем». Бесплатные караоке после развлекательной программы. Есть у нас два билета в кинотеатр «Киномакс». Книжный клуб 12, завтра будет концерт там или танго. Галерея «Прогресс» на все выставки, которые там сейчас идут. В том числе на мастер-класс известного художника Дениса Ермака. Давайте, наверное, кинотеатр «Киномакс». «Киномакс». Отлично, два билета, трубку, пожалуйста, не кладите. Кино у нас больше нет. И «Дружба», и «Киномакс» у нас все. Драматический театр остается, театр «Наспаска», караоке-кафе «Крем» 8 марта. Отлично, там время можно провести. Галерея «Прогресс» остается. И концерт «Книжный клуб 12». Продолжаем мы, слушатели, с вами играть. И сейчас вопрос будет от меня. Вспоминаю я времена, когда у нас в Кирове жил Борис Павлович. И тогда в театре «Наспаска» был спектакль. Спектакль, я не буду сейчас говорить название, спектакль по материалу поэтессы. Вот вам, слушатели, нужно позвонить к нам по номеру 211-101 и назвать имя, фамилию этой поэтессы. А звукорежиссера я сейчас прошу, чтобы эта поэтесса зазвучала у нас в эфире. Мне моя отдельность надоела раствориться шипучей таблеткой в воде, бросить нелепо двуногое тело, быть везде и нигде, всем и никем, а ни одной из этих, похожих на корешки мандрагор, и не лететь, тормозя, как дети, ногой. Вам, слушатели, нужно позвонить и сказать, кто же это поэтесса, поэтесса из Санкт-Петербурга. Сейчас, может быть, кто-то сразу дозвонится, но пока что нет. 211-101. Я начинаю подсказывать. Значит, театр «Наспаска», Борис Павлович, соответственно, режиссер, актриса, лишь одна, Яна Савицкая. И вот сейчас Яну Савицкая, давайте мы сначала выведем, а у нас уже слушатель, да? Я хотела, чтобы Яна сама подсказала. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Елена Шварц, «Видимая сторона жизни». Прекрасно, а как вас зовут? Анна. Анна. Великолепно, вы ходили на этот спектакль? Нет, я не ходила, я о нем читала. Но, к сожалению, вот зря, что вы не сходили. Прекрасный спектакль, да, и Яна, это же не на сцене, это в буфете все это происходило, как она одна с этим совсем справлялась. Да-да-да, я слышала очень много об этом. И вот она мне рассказывала, как действительно ей тяжело дался этот спектакль, потому что, когда ты играешь с кем-то, то твой партнер, это как подушка безопасности. А здесь ты одна выходишь. А давайте вот послушаем, что Яна говорила непосредственно про эту работу и про саму поэтессу. Ну, давайте с удовольствием. Это сумасшедший человек, который не поддается разумению. Ну, вот настоящие такие вот поэты. То есть это люди в жизни совершенно какие-то неприспособленные. И постоянно они играют с чем-то запредельным. То есть они постоянно на грани. Они вот подходят до какой-то черты, оба, наступают на нее. И вот еще чуть-чуть они уже через нее перешагнут, но они этого не делают. Ну, вот это Яна Савицкая про поэтессу, про Елену Шварц и про эту работу. Жаль, что, конечно, сейчас мы уже не можем увидеть. Спектакля «Неда» и Яна Савицкая живет в Санкт-Петербурге. Какие билеты мне вам подарить? А что есть у вас? Так, у нас остаются билеты в драматический театр, в театр на Спасской. Есть билеты в караоке, кафе, крем. Пять билетов на 8 марта. Есть у нас также билеты в книжной клуб «12». Завтра там будет прекрасный концерт группы «Эль Танго». Ну, наверное... А вот, смотрите, еще «Галерея прогресса». Две выставки, и в том числе еще мастер-класс, урок из-за студии художника Дениса Ермака. Это в «Галерея прогресса», да? Да, да, да. Ага. Ну, нет, все-таки, знаете что, давайте лучше в кафе. Там у вас какие-то билеты были. Это что такое там? В книжной клуб «12» на концерт? Нет, нет, первое что-то вы называете. А, так, караоке, кафе, крем. Ну, давайте туда, вне. В «12». В «12», отлично. Все, определились, сообщайте с нашим редактором, она вам подскажет. Великолепно. А у нас не так много времени, мы прям очень-очень ускоряемся. Сейчас давайте вопрос от вас. Так, скажите, пожалуйста, скульптура какого сказочного персонажа стоит на подворье у избушки Кикимары? Варианты будут? Давайте без вариантов, возможно, кто-то был. Если прямо сейчас скажет, 211-101, наш номер телефона. Слушатели, сориентируйтесь, позвоните, билеты я вам подарю. Скульптура какого сказочного персонажа в заповеднике сказок размещена рядом с избушкой Кикимары? Давайте подсказывать, потому что звонка нет. Не могут пока что вспомнить. Очень известный персонаж сказочный. Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Леший, Домовой. Слушатели, ну кто же? Вот четыре варианта. Кто же? Змей Горыныч, Леший, Домовой. И там, кстати, есть еще подсказочка, да, что в руках, да? Что в руках, да? Кого держат в руках? Этот персонаж, если вы ответите на этот дополнительный вопрос, то я вам подарю два билета. То есть можете выиграть в одно место и в другое тоже. 211-101. Подсказок на послезавтра тоже можете выбрать билет. Да, да, да. Слушатели, звоните к нам скорее. Звоните. Если вы даже не уверены. Ну, конечно же, вам подскажем. Я еще хочу, чтобы Голочель еще позвучал. Я хочу еще один тоже успеть вопрос задать. Слушатели, ну давайте же, что вы? Столько много билетов. Еще раз варианты. Ну давайте два варианта дадим. Один правильный, другой неправильный, чтобы облегчить задачу. Кощей и Леший. Кощей или Леший. Слушатели, у нас очень много билетов. Вот теперь уже позвонили, да, теперь уже упростилось, да. Слушатели есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я хочу ответить на вопрос. А как вас зовут? Валентина. Валентина, сделайте, пожалуйста, звук вашего приемника потише. Мы так с вами будем лучше друг друга слышать. Давайте, отвечайте. Валентина. Отвечайте. Мы вас теряем. Давайте скорее ответ. Леший. Правильно. Правильный ответ. Все правильно. А кто на ладошке? Ну, даже без этого ответа вы уже получаете билет, наверное. А на ладошке? Мышонок. Мышонок на ладошке. Валентина, какие билеты вам подарить? А что есть? Что ж такое-то? Драматический театр. Театр на Спасской у нас есть. Караоке-кафе. Крем 8 марта в компании Спаси Человек. Караоке-кафе. Отлично. Крем, хорошо. Все, участие с нашим редактором. Значит, 8 марта там будет интерактивная программа, будет вокал, танцы. Очень много всего интересного. Гастрономический комплимент всем пришедшим. Бесплатный караоке после развлекательной программы получает у нас Валентина. Мы продолжаем очень быстро играть. Сейчас вопрос, Володя, для тебя. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Ну, хочу вот я еще раз запустить в эфир виолончели. Она у нас не звучит никогда, кроме как сегодня. Давайте. Еще одна композиция от хорватского дуэта, две виолончели, тоже очень известная композиция, кавер на эту композицию. Что за исполнитель, как называется, вот отвечайте, пожалуйста. Вот. Божественные звуки, прям слушал бы и слушал. Хорошо, действительно. Звоните, 211-101. Ты знаешь, что вам не должно нравиться в этом исполнении больше, чем в оригинале. Да? Да. Я как-то небольшой поклонник того исполнителя. Того, да, нет. Что за исполнитель, что за композиция? 211-101 наш номер телефона, слушатели. Скорее к нам звоните. Звоните. Подсказка, его уже нет среди живущих. Это правда, это правда. Это большое горе для многих его поклонников до сих пор. Что за исполнитель, что за композиция? Драматический театр, театр на Спаскаль, галерея прогресса. У нас остаются билеты туда. И в том числе вы можете съездить в заповедник сказок 28-го числа. Прекрасная программа там будет для вас или для ваших детей тоже. Действительно подтверждается предположение Николая, что не очень известная композиция. Слушайте, у нас есть. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Что за исполнитель? Вот в исполнении виолончели? Кавер какой композиции? К сожалению, я думаю, что я не права, но я скажу, что это Майкл Джексон. Вы совершенно правы. А композиция называется «Ловкий преступник» с мув криминал. С мув криминал, да. Как вас зовут? Меня зовут Юлия. Юлия, какие билеты мне вам подарить? Я бы хотела коллеги прогресса на мастер-класс художника. О, отличный выбор, отличный выбор. Трубку не кладите. Сейчас ваши координаты запишут. Вы можете выбрать любой день, когда проходят эти мастер-классы. А я хочу еще один вопрос, быстренько. Нет, мы уже не успеем. К сожалению... Наш звук режиссера не преклонен. Да, этот вопрос я оставлю на следующей пятнице. Слушатели, конечно же, мы тут с вами встретимся, вновь поиграем. Очень много билетов я вам буду готова подарить. Ольга Лобастова, генеральный директор Центра активного отдыха «Летучий корабль» у нас сегодня была в студии. Спасибо вам большое, что к нам сегодня пришли. Вам спасибо за приглашение. Напоминаю, что 28 числа в заповеднике сказок отличная программа. В 9.30 будет отъезжать автобус от театральной площади, от драматического театра, да? Да, но звонить надо сегодня, если вы хотите присоединиться к этой группе. Если вы не получили вот этот разыгрывающий билет... 255, три восьмерки. Да, звоните по этому номеру. Воскресенье уже будет совсем скоро. Я благодарю наших генеральных спонсоров программы «Культпоход». Это Центр красоты реформы, Герцена 58, номер для записи 248-440. И караоке-кафе «Крем» улица Гайдара-1, 444-075 их номер. «Крем» работает с 16 часов, «Караоке-зал» с 18 часов. Вот такая вот программа. Каждую пятницу у нас 12 часов. Слушатели, организуйте свой досуг со вкусом. Всего доброго, до свидания. Голый весел далее.